МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, меня зовут Яна Батыршина, и я представляю вам интеллектуальное шоу для школьников «Один против всех». Кто-то скажет, что это неправильно, когда все на одного, но в нашей программе соревнуются умом и сообразительностью. Любой, кто сможет победить всех своих соперников, а их в классе 25, получит суперприз. Сейчас компьютер определит, кто из класса займет место рядом со мной. И главным игроком становится номер 21. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Георгий. Георгий, как настроение? Боевое. Боевое, а мне ты показался каким-то растерянным. Да не очень. Это разве что из-за того, что меня выбрали. Ты счастлив? Да, особенно. Особенно и готов сразиться с классом? Тем более, да. Тогда спускайся ко мне, я тебя жду. Итак, наш главный игрок – Георгий Дроздов. Георгий, расскажи нам, в каком классе ты учишься, в какой школе? Я учусь в седьмом В-классе, школа номер 13-15, с углубленным изучением английского языка. Скажи мне, как ты учишься? Ну, я хорошист. У меня очень хорошо идёт история, литература. В большинстве благодаря учителям. Очень хорошие учителя. Ну, математика идёт средний, русский – тоже нормально разбираюсь. Английский и дополнительный язык итальянский тоже неплохо. Итальянский даже? Да. Ух ты! По-итальянски у нас ещё здесь никто не разговаривал. Слово «победа» знаешь, как будет на итальянском языке? Витория. Витория. Ну, примерно так. Ну, вот мы затронули тему истории, так как я знаю, в анкете написал, что это твоя любимая тема, любимый твой предмет. А какие века тебе нравятся? Какой период истории тебе нравится? Я больше интересуюсь историей США с независимости до войны гражданской и историей России в этот же период. А ты написал в анкете о том, что ты бы хотел пообщаться с Авраамом Линкольном. Да, это очень, по моему взгляду, великий человек. Он из буквально самых низов вырос до поста президента Америки. Сначала он пошёл в армию, отслужил там, потом он был юристом. И после этого уже стал президентом Америки. Какой вопрос ты бы ему задал? Что? Какое качество ему могло не сломаться и не стать обыкновенным, допустим, рабочим падёнщиком, а выбиться в люди? Сам ты как думаешь? Что это за качество? Ему помогли такие качества, как целеустремлённость и способность не прогибаться под обстоятельствами. Ты обладаешь такими качествами? Думаю, да. Ты понимаешь, что именно эти качества тебе помогут в нашей сегодняшней игре? Скорее всего. Приступим. И я напомню правила. Они очень просты. Либо ты их... Конечно. Либо они тебя... Да! И тебе, и игрокам задаются одни и те же вопросы. С каждым выбывшим участником количество баллов прибавляется. Чем больше соперников ты обыграешь, тем больше баллов сможешь заработать. Ну а если ты одержишь победу над всеми, ты получишь суперприз. Если ты отвечаешь неверно, ты покидаешь нашу программу ни с чем, а твои соперники поделят между собой заработанные тобой баллы. Всё понятно, Георгий? Да. Ты готов? Да. Класс, вы готовы? Да! Тогда мы начинаем игру «Один против всех». Первый вопрос, его стоимость – один балл. К какому склонению относятся слова «облако», «море», «дом»? Вариант А – к первому. Вариант Б – ко второму. Вариант В – третьему. Класс, у вас 10 секунд. Время пошло. Ответы приняты, Георгий. Все эти слова либо мужского, либо среднего рода, поэтому третье склонение мы отбрасываем сразу. Женского с окончанием на мягкий знак тут нет. К первому туда относится мужской и женский род с окончаниями «а я». Так что это тоже не подойдет. Я считаю, что это ко второму. Итак, Георгий выбрал вариант В – ко второму. А сейчас правильный ответ. Совершенно верно. Я уверена, что все твои соперники ответили верно на этот вопрос. Давай-то проверим. Номер 8 и номер 19. Для вас игра закончена. И именно вы принесли Георгию 2 балла. И в классе осталось 23 соперника. Второй вопрос. Разыгрывается 1 балл. Кого, согласно известному фразеологизму, играет Свита? Вариант А – директора. Вариант Б – завуча. Вариант В – короля. Игроки, 10 секунд. Время пошло. Ответы получены. Георгий. Я не знаю этого фразеологизма, скажу сразу. Директор и завуча – это как-то по-школьному звучит. Вот прям, мне кажется, пойдет такое выражение. Свита короля играет. Может быть, это обозначает то, что приближенные к королю не имеют власти, но наделяют себя сверхполномочиями. Наверное, это все-таки будет вариант В – король. Итак. Это вариант В. Вариант В. Да. Нажимай на кнопку. Итак, Георгий выбрал вариант В – короля. А теперь мы узнаем правильный ответ. Совершенно верно. Свита играет короля. Вот как звучит этот фразеологизм. Теперь буду знать. И имеет он два значения. Первый вариант – это то, что окружение, оформление более важно, чем суть. А второй вариант – это то, что окружение важного лица или руководителя формирует его образ. Понятно. Понятно? Да. Как ты думаешь, твои соперники в классе знали верный ответ? Думаю, большинство – да. Один-два человека. Может быть, нет. Ну, давай это проверим. Ну, я близко был. Три игрока не знали верный ответ. Но я просто думала, что даже вот не зная этого фразеологизма, можно догадаться, что к Свите может только подойти король. Ребят, будьте внимательнее. Три игрока приносят, Георгий, тебе еще три балла. У меня со мной сидит пять. Совершенно верно, пять баллов и, соответственно, двадцать соперников в классе. Это уже более-менее радует. Третий вопрос. Один балл. У каких членистоногих большинство видов имеет восемь глаз, которые расположены в два ряда? Вариант А – пауки. Вариант Б – пчелы. Вариант В – стрекозы. Класс. Время пошло. Ответы получены. Георгий. Так, стрекоз, я думаю, следует отбросить сразу же. Стрекоз – фасеточное зрение. У пчел, по-моему, тоже фасеточное зрение. И странно, как тут написано членистоногих. Наверное, это все-таки будут пауки, потому что я рассматривала пчелу достаточно близко и стрекозу тоже. У стрекозы прям видно эти фасетки, а у пчелы два глаза. Вариант А – пауки. Итак, Георгий выбрал вариант А – пауки. А сейчас мы узнаем правильный ответ. Конечно, большинство пауков имеют восемь глаз. Некоторые виды пауков имеют только два глаза, а некоторые – аж двенадцать. Ты знал об этом, Георгий? Насчет двенадцати – нет. Ну вот, теперь возьми себе на заметку. Давай посмотрим, как ответил наш класс. Два человека дали неверный ответ. Номер девять. Мне показалось, что тут он с подвохом, потому что у пауков восемь лап, и поэтому я подумал, что это специально, чтобы нас запутать. У пчел мне казалось, что нету в дворе, да, и у меня остался вариант Вест-рекозы. А сколько глаз у пчел? Не помню. А кто помнит? Я запомнила, что у нее два конкретных глаза, но, скорее всего, это какое-то стрекозы фасеточное зрение. У пчелы пять глаз. Два глаза сложные, как ты верно заметил, фасеточные, и три глаза простые, размещенные в верхней части головы. Понятно. Те игроки, которые ответили неверно, игру продолжить не могут. И приносят тебе, Георгий, еще два балла. Итого у тебя семь баллов в активе и восемнадцать соперников в классе. Мы подошли к четвертому вопросу, а это значит, что именно с этого момента ты можешь начать использовать подсказки. У тебя их три. Первая подсказка – мнение одного игрока, вторая подсказка – мнение большинства участников, и третья подсказка – ты можешь пропустить вопрос, если для тебя он оказался слишком сложным. Ну и к тому же в любой момент до объявления вопроса ты можешь забрать свои заработанные баллы и уйти с нашей игры победителем. Я понял. Играем дальше? Конечно. Четвертый вопрос, его стоимость – два балла. Как называется одна из разновидностей собачьей породы Ньюфаундленд? Вариант А – альпинист. Вариант Б – водолаз. Вариант В – космонавт. Класс. Время пошло. Ответы приняты. Я слышал такой факт, что Ньюфаунд, очень обросшая шерстью собака, из-за этого он очень хорошо сохраняет тепло. И космонавту это бы совсем не нужно было. Так что я считаю, нужно выбрать либо альпинист, либо водолаз. Я одну книгу читала, и там прям была картинка, у меня сейчас всплывает. Собака Ньюфаундленд заходит в воду. Наверное, это вариант Б. Но ты не уверена. У меня нет больше вариантов, поэтому я, наверное, нажму на кнопку. Нажимай. Итак, Георгий выбрал вариант Б – водолаз. А сейчас правильный ответ. И это действительно так. Хочется узнать результат. Да, и мне не терпится узнать, как ответили твои соперники на этот вопрос. Девять игроков покидают нашу программу и приносят тебе восемнадцать баллов. Итого сколько у тебя, Георгий, сейчас? Если у меня восемнадцать, у меня было семь баллов. Было семь. Двадцать пять. Ну, конечно, двадцать пять. И сколько соперников в классе осталось у тебя? Девять. Их было восемнадцать. Ровно половина. Выбало. Осталось девять. Совершенно верно. Мы играем дальше? Да, конечно. Пятый вопрос. Его стоимость – три балла. В какой цикл входит рассказ «Бежен лук» о крестьянских детях в ночном? Вариант А – «Донские рассказы». Вариант Б – «Записки охотника». Вариант В – «Севастопольские рассказы». Игроки, время пошло. Ответы приняты. Георгий. Я сразу скажу, я знаю, что это «Записки охотника». Мы проходили по программе «Бежен лук». Мне рассказ очень понравился, как дети рассказывали страшилке заблудившемуся охотнику. Это сразу вариант Б – «Записки охотника». А кто автор этих произведений? Иван Сергеевич Тургенев. Он один автор для всех произведений в этом цикле. Это вариант Б. Нажимай на кнопку. Итак, Георгий выбрал вариант Б – «Записки охотника». А сейчас мы узнаем правильный ответ. Ну, конечно, это «Записки охотника». Ну, для тебя вопрос оказался наипростейшим. Да, потому что я очень люблю литературу. Компьютер, покажите нам, как ответил класс. Два человека ответили неверно. Номер 10. Здравствуйте, меня зовут Ира, и у меня был вариант А. «Донские рассказы». А кто автор «Донских рассказов»? Кто знает? Это Михаил Шолохов. А «Севастопольские рассказы» кто написал? Толстой Лев Николаевич. А «Записки охотника» кто написал? Тургенев. Молодец, Коля. Но, к сожалению, игроки под номерами 10 и 13 заканчивают нашу игру. Именно они приносят себе 6 баллов. Утого у меня 31 балл. 31 балл, так и есть. И 7 соперников осталось в классе. 3 подсказки в запасе. Я буду играть. Итак, следующий вопрос. 4 балла. Какого города нет на карте России? Вариант А. Орел. Вариант Б. Синица. Вариант В. Сокол. Класс. 10 секунд. Время пошло. Ответы получены. Георгий. Сразу скажу, что город Орел есть на карте. У меня там родственники живут. Осталось выбрать только из синицы или сокола. Я знаю, что существует станция метро. Сокол. Я, наверное, возьму подсказку мнения одного игрока. Итак, Георгий берет подсказку мнения одного игрока. Называй номер твоего соперника. Номер 15. Здравствуйте, меня зовут Андрей. И я выбрал вариант Б. И я выбрал вариант Б. Синица. Только я слышал о городе Орел и сокол. Спасибо тебе. Я отмечу город Синица, как сказал Андрей. Я считаю, что если и назывались города вот когда-либо, то в честь от неких благородных птиц. Синица неблагородная птица была. У меня есть такое подозрение, что скалиная охота может быть с этим связана. В Древней Руси князья очень любили устраивать скалиную охоту, выпуская тренированных соколов на летающую дичь. Аистов и Цапель. Может быть, сокол это место, где их разводили или место, где любили охотиться князья, и оно существует. Ты соглашаешься с мнением Андрея. Да, я соглашаюсь. Нажимай на трубку. Итак, Георгий выбрал вариант Б. Синица. А сейчас правильный ответ. Так и есть. Спасибо тебе. Мы знаем, что Андрей дал верный ответ на этот вопрос. Ну, а как ответили остальные соперники в классе? Все ответили верно. Да. Может быть, кто-нибудь из вас знает, где находится город Сокол? Никто? На севере Вологодской области находится город Сокол. Георгий, этот вопрос тебе не приносит ни одного балла. Жаль. Ситуация в классе не изменилась. У тебя осталось две подсказки. Я продолжаю играть. Следующий вопрос. И его стоимость 5 баллов. Сколько детей-обезьянок действует в серии мультфильмов, самые известные из которых «Осторожно, обезьянки» и «Обезьянки и грабители»? Вариант А. Четверо. Вариант Б. Пятеро. Вариант В. Шестеро. Игроки, 10 секунд. Время пошло. Результаты класса нам известны. Георгий. Я, пожалуй, пропущу вопрос. Ты пропускаешь вопрос. Итак, Георгий пропускает вопрос. Если бы ты отвечал, какой вариант ты бы выбрал? Вариант В. Вариант В шестеро. Давайте посмотрим, что было бы, если бы ты ответил именно так. Ты бы ответил неверно, так как правильный ответ – вариант В пятеро. Хорошо, что я подстраховался. Очень хорошо. Да. Потому что игроки, скорее всего, знали. Ну, давай посмотрим. Даже трое. Четыре игрока не знали верный ответ. Так как Георгий взял подсказку пропустить вопрос, все играют дальше. Играем дальше? Да. Вопрос номер восемь и его стоимость шесть баллов. Название каких конфет происходит от латинского «сахарный тростник»? Вариант А – драже. Вариант В – карамель. Вариант В – трюфель. Класс, время пошло. Ответы приняты. Георгий? Я склоняюсь к варианту «карамель». Раньше, чтобы получить сахар, тростник, приходилось… Это был очень трудоемкий процесс. Сейчас в колониальных странах бассейна Кубы даже рабов использовали для варки сахара, потому что он очень сильно прилипал к коже, и это было очень больно. Единственное, что из этих конфет именно варят – это карамель. Поэтому я отвечу – вариант В. Итак, Георгий выбрал вариант В – карамель. А сейчас правильный ответ. Конечно, это карамель. Я думаю, что твои соперники справились с этим заданием. Может быть, один человек нет. Вот. Все молодцы. Все дали верный ответ. Баллов ты не зарабатываешь. Это жалко, но я продолжу играть, чтобы заработать еще. Сколько баллов ты рассчитываешь заработать на следующем вопросе? А ценность вопроса напомните? 7 баллов. 7. Ну, 21, может быть. То есть ты уверен, что три игрока могут дать неверный ответ? Думаю так, да. Давай посмотрим. Вопрос номер 9. И, как я уже сказала, его стоимость – 7 баллов. Чем в сказке Корнея Ивановича Чуковского путаница не тушил синий море крокодил? Вариант А – блинами. Вариант Б – вареньем. Вариант В – пирогами. Класс, время пошло. Ответы приняты. Георгий. У меня раньше была книжечка Корнея Ивановича Чуковского. Я помню это стихотворение, но конкретные фразы. А лисички взяли и в спички, к морю синему пошли, море синее зажгли. Так что, я помню, что крокодил там прям в рифм ушло. И блинами, и пирогами. Чем он только не тушил. Так что, я уверен, что это вариант Б – вареньем. Ведь даже по логической мысли, хоть это стихотворение полностью нелогично, блинами можно сбить, пожалуй. Но пирогами как-то тоже. А вареньем нереально, особенно в море. Я отвечу вариант Б. Итак, Георгий выбрал вариант Б – вареньем. А сейчас мы узнаем правильный ответ. Конечно, вареньем. Ну, давай теперь посмотрим, заработал ли ты свой 21 балл на этом вопросе. Это будет интересно. А строчки и стихотворения звучат чуть-чуть по-другому. Долго-долго крокодил море синее тушил пирогами и блинами и сушеными грибами. Вот, понятно. Но никак не вареньем. Ну да. Георгий, даже больше, чем 21 балл, ты зарабатываешь 28 баллов. Да уж, это неплохо. Итого у тебя становится... 59. Совершенно верно. И три соперника осталось в классе. Я продолжу играть. Я даже не сомневалась в этом. Следующий вопрос. И его стоимость – 8 баллов. Какая страна на рубеже 15-16 веков пережила восстание башмака? Вариант А – Германия. Вариант Б – Италия. Вариант В – Франция. Класс. Время пошло. Ответы получены. Скажу сразу, я не знаю про такое восстание. Италия, Франция или Германия. Башмака – это имеется в виду чья-то фамилия или же конкретно вид обуви в Италии. Что у нас в Италии? Высокоразвитая культура. Папа Римский. Ничего-то я не припомнила. Германское впервые я не знала вообще. Может, стоит воспользоваться последней подсказкой мнения большинства игроков? Возможно, что мнения разделились на три. А еще возможно, что двое выбрали неправильный ответ. Но я же, как понимаю, не могу отказаться от их мнения. Не можешь. Так как ответ большинства становится и твоим ответом автоматически. Давайте попробуем подсказку использовать вот эту. Итак, компьютер, покажите нам самый популярный ответ на этот вопрос. Это вариант В Франции. Раз я не могу уже отказаться, я принимаю вариант Франции. Как ты думаешь, вот восстание башмака – это фамилия какая-то или это конкретно вид обуви? У меня две версии. Либо собирались башмаки на что-то, вот как в России медный бунт, или же вот это действительно чья-то фамилия. Но это больше подходило бы некому поляку. Сейчас мы узнаем правильный ответ. Это Германия. Да уж. Возможно, мнение большинства – это и есть весь класс. И тогда игра продолжится. Ну да, не знаю, на что я. Давай посмотрим, как ответил весь класс. Ох, хорошо. Все ответили неверно и спасают тебя и себя в том числе. Я не знал ни про какое восстание башмака. Может быть, кто-нибудь знает, что это? Башмак имеется в виду ботинок. Ну да. Когда впервые ботинок, башмак получил такое значение, неизвестно. Но уже к концу 15 века башмак стал символом народного бунта в Германии. Понятно. Теперь я буду знать. Поэтому и говорится так – восстание башмака. Итак, Георгий, ты выбрал подсказку мнения большинства. Все ответили неправильно. Все ответили неверно. А это означает – игра продолжается. Все остаются в игре. Напомню тебе, что у тебя 59 баллов, 3 соперника в классе. Подсказок больше нет. Я, пожалуй, еще один вопрос сыграю, потом уже посмотрю. Ты уверен? Да. Ты понимаешь, что этот вопрос может стать последним для тебя? Ну да, но все равно. Это же только игра. Ты принял свое решение? Да, я остаюсь в игре. Следующий вопрос. Его стоимость – 9 баллов. На каком континенте в 2016 году впервые в истории пройдут летние Олимпийские игры? Вариант А – Африка. Вариант Б – Северная Америка. Вариант В – Южная Америка. Класс. Время пошло. Ответы приняты. Георгий. Ну так вот, я сразу смотрела закрытие 2012-й Олимпиады в Лондоне. И там лондонские представители Олимпийского комитета передавали ключ от Олимпиады 2016 года бразильским своим партнерам. Это Южная Америка. В Северной Америке там Солт-Лейк-Сити, Атлантик-Сити. Там проводились Олимпийские игры, так что это точно нет. Атлантик-Сити? Ну, значит, я не помню точно, но в Солт-Лейк точно проводились. Здесь Южная Америка однозначно в Бразилии проходит. Может быть, ты помнишь, в каком городе будет проходить Олимпиада? Это либо Бразилия как столица, либо Рио-де-Жанейро. Южная Америка. Бразилия находится в Южной Америке. Нажимай на кнопку. Итак, Георгий выбрал вариант В – Южная Америка. А сейчас мы узнаем правильный ответ. Совершенно верно. Олимпийские игры пройдут в Бразилии, в городе Рио-де-Жанейро. Мне кажется, были ошибки в классе. Не все так увлекаются спортом, как ты. Это мало того, что спорт, это еще и география в некоторой степени. Давай посмотрим, как ответил наш класс. Да, очень бы хотелось. Ух ты! Я этого ожидала. Но то, что двое парней уступят девочке в этом вопросе. Номер три. Здравствуйте, меня зовут Вика. Вика, откуда такие познания? Не познания, а просто интуиция. Я сразу же откинула вариант Африка, а дальше выбирала между Северной Америкой и Южной Америкой. Мне все-таки как-то больше показалось, что Южная. Вика, я тебя поздравляю, ты продолжаешь игру. С Андреями я прощаюсь, к сожалению. И именно они приносят тебе 18 баллов. И у меня становится 77 баллов. Совершенно верно, 77 баллов. И твой противник Виктория, что означает победа. Не боишься соперницы с таким именем? Вот сейчас настал такой переломный момент. У меня очень много... Хотя у тебя тоже имя Георгий Победоносец. Не уступает Виктории. Вот сейчас для меня переломный момент. 77 баллов это достаточно много. Это очень большая сумма. И поскольку у меня не осталось ни единой подсказки, я считаю, что я, пожалуй, возьму баллы. И уйду победителем. Георгий, ну а как же суперприз? Понимаете, лучше синицу в руках, чем журавль в небе. Игра! 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 Классы! Болельщики требуют продолжения? Нет! Может быть, еще один вопрос, а потом примем решение? Давайте, вот. Это будет хорошо. Я играю. Играешь? Все-таки да. Итак, Георгий выбирает игру. Вопрос номер 12. И его стоимость 10 баллов. Какой французский писатель придумал мальчика Гавроша и Горбуна Квазимода? Вариант А. Александр Дюма. Вариант Б. Виктор Гюго. Вариант В. Анаре де Бальзак. Вика, 10 секунд. Время пошло. Ответ Вики получен. Георгий. Александр Дюма. А прошу прощения, тут какой указывается? Сын или отец? Ну, скорее всего, отец. Более известный. Отец, конечно. Александр Дюма не мог написать про Гавроша. Осталось выбрать между Гюго и Бальзаком. Я не знаю. По-моему, Бальзак писал для детей. Гаврош – это достаточно детская сказка, но с не очень хорошим концом. Ты читал ее? Нет, я не читал. Я смотрел часть советского фильма. Квазимода – герой какого романа? Квазимода? Я не знаю, кто это такое. Я знаю, что там что-то связано с песнями. Единственное, что я знаю. С какими песнями? Не знаю. Я не знаю ни одной этой песни. А ты слышала «Нотр-дам де Пари»? Слышал, конечно же. Это очень известный мюзикл. А вот это уже интересно, потому что Бальзак… По мотивам какой книги поставлен этот мюзикл? Бальзак не писал «Нотр-дам де Пари». Я знаю это. А вот теперь включается Александр Дюма. «Нотр-дам де Пари» ты можешь перевести? «Собор Парижской Богоматери». Так и есть. Тогда нужно уже считать, кто мог написать про священство. Давай не нервничай и не суетись. Еще раз прочитай вопрос. Какой французский писатель придумал мальчика Гавроши и Горбуна Квазимода? Дюма, Гюго, Бальзак. Дюма. Произведение «Три мушки терра». Остальные произведения у других писателей я не знаю. Анаре де Бальзак – это больше философ, я слышал, что с фамилией Бальзак ассоциируется философия. Так что нет, вот Александр Дюма, вот разве что «Нотр-дам де Пари», «Собор Парижской Богоматери» или же Виктор Бюго. Речь идет о двух разных произведениях. Да. Ты понимаешь. Мальчик Гаврош – это одно произведение. Который танцевал под пулями. Горбун Квазимода – это другое произведение. Два разных. Но он написал их один автор. Ну вот как-то у меня получается к «Нотр-дам де Пари» больше послать Александр Дюма, а к Гаврошу подходит Бальзак. Все-таки мое решение. Последнее решение. Наверное, ну а если рассмотреть Гюго, то все же… Не, наверное, Бальзак. Итак, Георгий выбрал вариант «В», а на «Реде Бальзак». А теперь мы узнаем правильный ответ. Георгий, это Виктор Гюго. Лицо Виктории не похоже, что оно. Именно этот писатель написал «Собор Парижской Богоматери» и роман «Отверженные», где персонажем был Гаврош. Я не знала об этом. Надо будет знать. Я не знаю, знала ли Вика правильный ответ. Ну, давай посмотрим, если она ответила неверно, то вы оба продолжите игру. Итак, компьютер, покажите нам, как ответила Виктория. А Виктория дала верный ответ. И это означает, что все баллы, которые заработал Георгий… А их 77. А их 77. Переходят к тебе, и ты становишься победительницей нашей игры. Вика. Я как-то не знала. Я думала все-таки то, что Виктор Гюго. Интуитивно. Да? Да. Ну, возможно, тебе ближе этот вариант был, потому что ты Виктория, а здесь Виктор. Возможно. Вика, интуиция твоя сработала. Мы тебя поздравляем еще раз. Ну, к сожалению, такое тоже может быть. Очень обидно. Очень хотелось, чтобы ты выиграл. Жалко, бывает и такое. Тем не менее, я хочу тебе сказать огромное спасибо за эту игру. Она была блестящей. Ты продемонстрировал свою эрудицию, свои знания. Спасибо. Ты очень интересный собеседник. Спасибо. Давал такие развернутые ответы. Ты много чего знаешь. Так держать. Удачи. И мы провожаем Георгий аплодисментами. Это было интеллектуальное шоу для школьников «Один против всех». Я, Батыршина Яна, прощаюсь с вами. Уже совсем скоро будет новая игра и новые герои. До встречи. В нашей программе нет проигравших. Подарки получают все участники игры. Но суперприз достается сильнейшим. Это интеллектуальное шоу для школьников «Один против всех». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова